Обострение, которое случилось возле границ Украины, для реального политика, который понимает или имеет страх за свое будущее, это все-таки была бы необходимость начать диалог с оппозицией. Если врагу ворот, настоящий политик думает о единстве страны. Вот врагу ворот. О каком единстве страны можно было слышать от Ермака, Зеленского в это время? Кто-то общался с оппозицией, кто-то искал пути уменьшения вот этих внутренних разломов в социуме украинском. Даже в такой ситуации для них это или отсутствующая тема в их картине мира, или они просто настолько тупые, что не понимают, что внешняя загроза это необходимость внутреннего единства всегда. Они не пошли по этому пути. Тем более, что мне кажется, что врагу ворот он окончательно похоронил Зеленского как, скажем, надежду определенных кругов. Ведь по сути врагу ворот это из возможности объединиться против врага под началом Зеленского вылилось в объединение против Зеленского перед угрозой нападения, экспансии, агрессии. В этой ситуации просто понятно, что Зеленский, скажем, в ситуации эскалации он будет главной угрозой государственной безопасности. Больше, чем сама агрессия со стороны России. Потому что на агрессии против России как-то самоорганизуется народ. Этот опыт есть, и лидеры есть, и сети есть, и наличие, во всяком случае, стрелкового оружия позволяет в это время попартизанить, чтобы перейти к более технологической войне по освобождению против агрессора. Но в этой ситуации эскалации никто не будет ничего ожидать от Зеленского. Он будет просто отодвинуть саму историю в сторону. Это как для общества вроде передышки перед новым испытанием. Избрали Зеленского, чтобы он никуда не лез. Потому что был определенный страх, что сложился баланс после Майдана. И этот баланс опасно трогать. Потому что этот баланс позволяет, во всяком случае, мобилизоваться против внешней угрозы. Но если этот баланс разбалансировать, то страна окажется разрозненной первой угрозой. И понадобится определенное время, полгода-год, чтобы снова создать какую-то единую силу для обороны страны. Во всяком случае, Порошенко умудрялся балансировать, не создавать дополнительных внутренних напряжений перед внешней угрозой. Все спрашивали, почему не посадил того, не посадил того, не посадил. Посадить можно всех, только кто будет оборонять страну. Если нет угрозы от тех людей, которых надо посадить в этот момент угрозы безопасности, пускай помогают обороне, а не сидят в тюрьме. Ну, очевидно, логика такая. Сейчас самое главное, почему вот эти заявления Ермака о победе большой команды Зеленского, они звучат не просто фальшиво, а цинично. Потому что Ерман как раз и сделал все для ослабления единства и солидарности с Украиной. Мы видим постоянное напряжение с Венгрией, хотя там чуть-чуть удалось снять это напряжение, но оно нигде не делалось. Но созданы новые конфликты. Посол Грузии отозван для консультации в Тбилиси, в Молдове. Судей Чауссом история, которая просто навредила, отравила отношения с Молдовой. И за этой историей торчат уши банковые, об этом все говорят. Ну, если уже в этой истории замечена машина военного атташе, то как-то не получается сказать, что это не государство, а это какие-то частные лица что-то там придумали. Поэтому что мы имеем? Вот если люди оценивают Зеленского, естественно, его ядро сохраняется. Электоральное, и мы видим вот эти 17%, это объективный показатель. Это его очень такие, я бы сказал, самые верные голоса. Мы помним, в истории украинской политики всегда есть ядро людей, которые при любых обстоятельствах поддерживают власть. Каким бы ни были, кто бы ни был у власти, они всегда поддерживают власть. Мы помним, как голосовали за НДП в свое время, вот в конце 90-х. Там 13%, 13-15%, ну, 15-17% до 20% это люди, которые государство зависимые. Это бюджетники, это муниципальные служащие, госслужащие, для которых близость к государству, к власти есть источником их благосостояния. И они всегда, для них цвет флага не важен, им важна принадлежность к системе. И вот мы видим, это объективный показатель, который поддерживает Зеленского, потому что это власть. Хоть черт лысый там будет во власти, но мы помним, тоже количество примерно голосовало за нашу Украину, на вторых уже выборах, ну, 2007 года. Мы помним, как, ну, вот ядро, которое всегда голосует за государство. Потом партия регионов умудрялась наращивать это ядро чуть больше, там, до 30%, но оно сохранялось при любых обстоятельствах. Поэтому можно сказать, что какая-то определенная государственная машина, она верна Зеленскому, она будет, ну, все время оглядываться на Зеленского, но в случае агрессии, в случае такой эскалации, мне кажется, что появится параллельное государство. Оно уже существует в виде волонтеров, добровольцев. И эти сети, они существуют, это люди очень взаимоповязаны. Во всяком случае, ничего подобного в среде Зеленского не проявилось до нынешнего времени. Нет активной обороны Зеленского. Никто не выйдет на митинги в защиту Зеленского по сумме его деятельности на нынешнее время. Но может быть и изменение вот этой логики определенной. Вот мы помним, как люди вдруг радостно зааплодировали закрытию канала Медведчука. Но это ничего не меняет на самом деле, ведь чуть-чуть ущемили бизнес Медведчука. Ну да, Медведчук на свободе, а Стерненко не на свободе. Ну, во всяком случае, или тем более рифмастер. Ну это же человек больше года сидит по надуманным обвинениям, в то время как Медведчук и его там среда, они свободно гуляют по улицам Киева, даже сидят по главным. Продолжение следует...